всем привет всем здравствуйте дорогие друзья и зрители мой канал с вами я владик по нормально показываю и к порт и сегодня у нас опять ролик связаны с ван пи сиком вашим любимым любим для кого как само собой но легендарным они моют уж точно но все-таки сколько там серии извините меня люди старались на славу и персонажей там конечно колоссальное количество мой любимый если чё если что санджо санджо не знаю уж больно мне этот джентльмен нравится и все благодаря наверное анимезик потому что анимезик заказывал заказы связанные санджо и это меня привлекло ну и так конечно же лазарь это заказ сейчас лазаря будет все он всякие топчики любите я тоже люблю топчики что это мой один из любимых шанров реакции то что например уже реагировать но я не знаю как на это реагировать на сегодня длительность арок one piece я знаю что есть арки час 1 серия до 10 серий для one piece а наверное и 15 серий как бы это вот и легчайшим образом для каких-то аниме 15 серий это один сезон да как бы окей а для one piece это одна арка одна арка одна одна арка пути прикиньте какой колоссальный вообще просто по времени это все занимает и уму непостижимо как это все будет ну посмотрим что он здесь ждет что он здесь будет оценивать канал кстати кондо канал кондо и кстати у него месяц назад ролики выходили надеюсь стабильно будет дальше уходи по что нам нужны такие контенты там у него топ из добро пожаловать классом превосходства есть еще какие то то есть я лайк мгновенно ставлю подписан лично канал давай кондо давай пили еще контент нам нужны такие топовые ролики пожалуйста поехали наслаждаться посмотрим что там по таймингу самого большого опынинга ой самый большой арок самый большой арки которая здесь будет я боюсь представить если честно качество максимальная let's go посмотрим что нас тут ждет лазарчик спасибо за заказик поехали так нас встречает вот такая у нас картинка опять и альянс мугивары луфи альянсик до сильнее из сильнейших самый лучший клан один из лучших ладно так скажу эх все такие знакоменькие хорошие не всегда многое что забыл так что не волнуйтесь вон зора там какой-то тут маленький да на самом деле он же сейчас покрупнее будет ну ладно у него тут такое состояние ладно первые три значит у нас на заре приключений 3 серия 1 час но один час нормально да это одна серия как раз третья серия следующий orange town 4 по восьмую серию 1 час 40 минут это как понять я вообще не знаю что такое арка на самом деле ну да ладно третье место а нет ну ладно мы вперед идем чем дальше тем жестче деревня усопа 9 и 18 3 3 часа 20 минут неплохо что касается артом давай тоже выбирать и обсуждать здесь что-то арты как всегда ну one piece своеобразная рисовка конечно же да это тоже нужно конечно ответить и мое почтение за эту рисовку она может кому-то не нравится она может кому-то нравится но оно своеобразно и удивительно не похожи и ни на что вообще то есть это какая-то так propriet собственный мир в которой так сказать напихали все что угодно есть красивый бородатые мужчины из красивые лысые мужчины есть не ротные корабли есть не врядные девочки есть невертные бабушки то есть абсолютно все что угодно абсолютно все что угодно и вот по этим рисункам в принципе видно. У нас присутствуют вот такие три арта. По красоте, какой арт самый лучший для меня? Я выбираю там, где есть девочка, это вот вот этот вот, один час, один час. А так на всех происходит какая-то вакханалия и безумие. Ну, тут радость происходит. Смотрим, своровали клад, вот там Зора вроде, или кто там валяется с этим кладом и не отпускает. Мой клад! На ночь, так сказать, ой, веселая, хорошая. Луфи такой, ебать! Охуенно! Нормально. Во втором арте вообще тут жесть какая-то происходит. В третьем непонятно, но Луфи, так сказать, вкусно. Следующую тройку. Следующая тройка в студии, друзья мои. А вот эти арты, они как-то относятся к тому, что происходит в этих самих сериях. Ресторан Бараки. Следующая арка называется. Девятнадцатая, тридцатая серия. Четыре часа это заняло, друзья мои. И вот, походу, в ресторане происходило какой-то капец. Капец, потому что, посмотрите, что с руками Луфи. Они все у него в крови. Я осуждаю кровь. И, походу, там творился какой-то хаос и безумие. Следующий. Орлонг парк. Тридцать первая, сорок пятая серия. Четыре часа сорок минут. Там, наверное, Орлонг парк, это вот этот парк вот этих вот больших мужчин. И Луфи туда заскочил, только понял. Бляха-муха, тут мужчины большие. Мне здесь лучше не обитать. Но они его увидели, походу, погнали за ним и, так сказать, отшлёпали по полной программе. Вот у нас, особенно вот у этого. Губище. Не губы, а губище. Посмотри вот на это вот, а? А? А, посмотри на этот губище, бляха-муха. Ну что, красиво. Следующая. История баги. 46-47 серия. 40 минут. А почему тогда здесь четыре часа вверх идёт, а здесь вниз пошло? Ошибочка разработчика получается, да? Но вот этого парня мы видели. История баги. Наверное, раскрывала здесь его история абсолютно. Вот всё про него рассказывали. Ну что, вид имеет? Какой арт мне больше всех здесь нравится? Я выбираю губище и Луфи. Вот эти губище меня вообще привлекают. Вот этот сильный мужчина тоже невероятно выглядит. Ну и вот эти вот губи... Ну здесь же люди, эти... Люди рыбы. И вот этот рыба человекообразная. У него акульи зубы. Это выглядит достаточно страшновато. Эти, так скажу. Следующую тройку. Что за милота пошла, друзья мои. Что с Артиками? Нормально всё? Нет? Локтаун. 48-я, 53-я серия. 2 часа 20 минут. Ну я не знаю, что это такое, локтаун. Наверное, сражение вот с этим клоуном, да, каким-то. Хотя я не осуждаю на всякий случай. Может, это серьёзный мужчина. Следующий раз. Апис. 54-я, 61-я серия. 2 часа 20 минут. Апис. Интересно, кто это за... Что это за мальчик такой? Выглядит, кстати, интересно. Может быть, это какой-то друг Луфи в бывшем, да? В бывшей жизни какой-то. Интересно выглядит, да? Но милый Артик. Следующий раз. Реверс Маунтин. 62-я, 63-я серия. 40 минут. Ну, посмотрите, почему... Почему знак пиратов настолько искорёжен? Что тут происходит? Я вообще не знаю. Какой самый красивый арт? Наверное, Аписа выбираю, потому что он миляшка. Миляшка-стесняшка. Симпатяшка. Следующая тройка в студии. Что происходит? Виски-пик. Шелуфи так раздуло. Хорош бухать, пить. Я обсуждаю это всё. Осуждаю, обсуждаю. 1 час 20 минут. 64-я, 67-я серия. Короче, что здесь по картинкам видно? Короче, пришли в какой-то клуб. Кто-то исполнял на своей дудке, бляхомуха. Вот с этим они сразились. Кто больше выпьет водички, наверное. И Луфи, так сказать, походу, одолел абсолютно всех. Потому что посмотрите, как его тут растянуло. Девочка вообще в шокере. Давай тебя воткнут и спустишься. А то это какая-то лютая жесть происходит. Это интересно. История Коби и Хельмепа. 68-я, 69-я, 40 минут. Ну, походу, вот Коби и Хельмепа. Это вот два каких-то парня, которые, так сказать, где-то убираются. И потом стали какими-то великими пиратами, может быть. Да, не знаю. Их какая-то история разложенная в 40 минут. Следующий раз. Лид Гарден. 67-я серия. 2 часа 40 минут. Что могу по этому арту сказать? Ну, наверное... Лид Гарден. Кто такой Лид Гарден? Наверное, вот по центру человечек, да? У них тут какая-то невероятная туса. Это однозначно видно. Посмотри по этому арту. Я думаю, здесь и так все понятно. Просто невероятная туса Литл Гоу Гордена. И рассказ про него, наверное, какую-то информацию. Какой арт для меня здесь самый красивый? Да все какие-то, если честно, не очень. Но я выбираю Литл Гардена. Потому что здесь как-то все на позитиве. Большие дяди присутствуют с этими бородами. А-ля викинги какие-то выглядят. Уверенно скажу честно. А следующую тропу? Ля тайминги. Тайминги серьезные, пашины. Остров Драм. 78-я, 91-я серия. 4 часа 40 минут. Это уже серьезные, друзья мои, показатели. Ну, что могу сказать? Остров Драм. Наверное, остров вот этого мужчину, да? Все улыбчивые. Все улыбчивые. Даже этот лосик. Лосик улыбчивый. Розовые цвета, флаги. Это как-то необычно выглядит. И что это за мужчина? Что это за фокусник, пират? Кто он такой? Я вот честно не знаю. Но то, что он позитивный, это, наверное, видно сразу по, в принципе, этому Арктику. Ну, на самом деле, 4 часа 40 минут, но что-то могли показывать. Какое-то, наверное, веселье, я не знаю. Ну, а как иначе? Следуем сейчас акт. Не акта, а арка. Алабаста называется. 92-я, 130-я серия. 13 часов. Очень серьезные показатели. Вот, по сути, 13 часов это и есть какое-то вот целое аниме. То есть, прям в прямом смысле. А здесь одна арка занимает столько и серий, и часов. Я в шоке. Но здесь, в этой арке Алабаста, наверное, происходит какая-то реально Алабаста, блядь. Посмотри. Все дерутся, все махают. Смотри на эту дубину у чувака в руках. Посмотри на этих каких-то бажин из города, которые выступают большими дядями оттуда. На самом деле, наверное, безумие происходит все 13 часов. И это невероятное, черт возьми. А-а-а-а-а-а-а-а. Атмосфера абсолютно всего происходящего. Здесь ситянки дерутся. И Луфи дерется. Смотри, кстати, Луфи здесь выглядит как-то максимально необычно. Он всегда улыбается, да, даже в боях. Но здесь ему явно прилетело знатно. И вот с теми дядями, наверное, сражение идет лютое. Вон те дяди на заднем плане, в заде города, дают невероятный отпор. Так что они не лыком шиты, они как питбули сюда просто идут и неостановимо их. Вообще неостановимо. Но кто с кем сражается, конечно, сложно понять. Но ладно, идем дальше. Пост Алабаста, 135-я серия, 1 час 40 минут. Что могу здесь по арту сказать? Ну смотри, вся группа в деле. Луфи на пределе. Наначи веселая, этот, почему-то не его песиком хочет назвать, но самая это не песик, а лосик. Все позитивные, посмотри, все улыбаются. Тут нет ни одного персонажа, которому было бы грустно. Абсолютно нет. И здесь, наверное, просто какое-то веселье происходит на протяжении часа и сорока минут в этой арке. Какой арт мне больше всего понравился? Ну слушай, наверное, вот по центру Алабаста уж больно атмосферно, тебе дядя шляпами смотрится. Согласен, нет? Мне кажется, очень хорошо. Следующую троечку. Следующая тройка, друзья мои, в студии. Козий остров, 136-я, 138-я, 1 час. Ну здесь по названию понятно. Козий остров. Ну, Козий остров. Там есть козлы. Он их, так сказать, Луфи их, наверное, запрыгнул на них и прыгал с вот этими женщинами и мужчинами. Просто веселились, кайфовали на этом острове, нашли остров и обалдели от этого открытия. Нормально. Остров Рулука. 139-я, 143-я, 1 час 40 минут. Остров Рулука. Ну, наверное, вот этот мужчина большой, значит, это его остров. Зора взял с собой, Луфи взял с собой. Больше пока никого не вижу. Но это пары, мне кажется, хватит, чтобы захватить этот остров Рулука. Мы тебя, так сказать, на щепочке развалим. Тут одного зора, как говорится, хватит, потому что этот парень... Ну, хотя, не знаю. 139-я, 143-я, это еще начало аниме, так что далеко от всего происходящего, что дальше будет. Мне кажется, здесь он еще не настолько опытен, да, силен. Но, мне кажется, все равно, ну, этот двойка справится с кем угодно. И вот с этим парнем тоже. Так что на этом острове Рулука произошла невероятная драка, я уверен в этом. Следующий у нас Джая, 144-я, 150-я, 3 часа шла арочка, да. И здесь просто, посмотри, какие-то персонажи, опять же, мне неизвестные. Дядя какой-то... Что за гиппопотамус? Я просто не по-понятус. Видите, Луфи стоит под центру. Здесь вообще максимально ничего не понятно, что могло происходить. Ну, Джая, знакомство с Джая каким-то, скорее всего, я уверен в этом. Какой арт самый красивый? Ну, я выберу остров Рулука, уж больно мне нравится все, что там происходит. Тем более, Зора тут есть. Зора всегда выделяет и, так сказать, красит арты. Интересные, интересные арты пошли. Ну, я так понимаю, мы просто идем по всему аниме и вперед, и к концу. И мы, так сказать, со временем раскрываем все арки, которые есть в этом One Piece, собственно, да, я так понимаю. Скайпия называет следующая арка. 153-195 серия, 14 часов 20 минут. Нифига себе, так-то достойно. Очень много серий в этой арке занимает. Скайпия. Что это может значить? Может, какой-то остров Скайпия. Может быть, имя вот этого мужчины Скайпия, да. Артик интересный. Очень интересный Артик. Выглядит, конечно, необыкновенно. Необыкновенно выглядит. Луфи по центру Зора с левой стороны, если от нас смотреть. С его стороны это с правой будет. Да, да. И вот у нас парень сидит на чьей-то голове вообще, прикинь. Мы почти не артом. Я не знаю, кто это все рисовал. Но это жестко, жестко. Скайпия. Ни уму непостижимо, что это может значить. G8. 196-я, 206-я серия. 3 часа 40 минут. Но я понимаю, что G8, это, скорее всего, вот этот вот дядя. Это его жена или дочка. И они дают отбор Луфи и его команде, Могеваре. Я прям абсолютно в этом уверен. Следующий раз. 207-я, 219-я серия. Long Ring Long Land. 4 часа 20 минут. Ну тут, наверное, прилетели на кое-остров. И сказали, давайте организуем на ринге бой. На ринге бой. Пам-пам-пам. Мона, вырывайся сюда. Будем с тобой спарринг делать. Пам-пам-пам. Да, и вот они, так сказать, в этом One Piece делали какой-то некий спарринг. И вот этот вот мужчина сражался вот с этим. Мужчина, а тот дядя был, наверное, судьей этого всего. Посмотри на эти колоссальные размеры вообще. Просто жесть. Интересный арт. Какой арт я выбираю? Наверное, выбираю Long Ring Long Land. Потому что это выглядит максимально необыкновенно. Так что выбираем его и идем дальше. Ну, кстати, в Skypie тоже очень красивый арт. А G8 за счет танки и тянки. А я тут G8 не заметил вот этого. Вот Амогуса какого-то непонятного. Глазище, монстр. Кто это такой? Что за собачка такая невероятная? Следующая тройка. Следующая троечка у нас здесь в гости к нам зашла. Друзья мои. Океанский сон. 220-224 серия. 1 час 40 минут. Океанский сон. Скорее всего, на Начи, да, что-то снилось. Там присутствовал Зора. И там присутствовал какой-то журнал невероятный. Да, я так понимаю. Скорее всего, оттуда как-то отсылка. Но хрен его поймешь. Но где есть на Начи, там всегда как бы приятность. Приятность. Следующий раз. Возвращение Фокси. 225-228 серия. 1 час 20 минут. Возвращение Фокси. Ну вот у нас есть Фокси, который, наверное, сидел где-то за решеткой. Где-то в темнице, в каком-то корабле. И вот он вернулся, как божина. И вот тут все рады, в принципе, что он вернулся. А он такой показывает. Я больше туда не пойду. Я сюда пойду, бля, на свой корабль. Хрен вы меня больше посадите. На самом деле, как-то по-другому было. Но мое предположение, мое предположение таково. Интересный кулончик у него в виде катейки какой-то имеется. Животина в виде присухи тоже знатная. Пистолетик деревянненький. И, собственно, дружище в виде... Что у него интересно? Какой образ? Непонятненький достаточно. Но дядя широкого порядка. Интересно, у него синие перчатки такие длинные. Что тут происходит? Я не знаю. Ветер 7. 229-263 серия. 11 часов 40 минут. Ветер 7. Что бы это могло значить? Ветер 7. Есть вот эти два дяди. Есть какой-то поезд на корабле. Идет поезд. Что? Это что? Хогвартс, что ли, сюда ездит? Что происходит, друзья? Мы дайте два дядя какие-то очень серьезные мужчины, да? И здесь команда Луфи в таком маленьком количестве присутствует. Наверное, сражение с этими двумя дядями. Ветер 7. Только не знаю, почему называется. Какой арт самый красивый? Ну, я, наверное, выбираю... Возвращение Фокси. Уж больно. Эти два дяди очень харизматичные. Он так и говорит. Я туда больше не пойду. Не надо меня тут звать больше. Блин, все арты такие симпатичные здесь. Оу-май-гад! Чиз, бэйби-менс! Энис Лобби. 264-312 серия. 17 часов. Что здесь происходит? Энис Лобби. Вот у нас тянка имеется. Походу Луфи влюбился в нее. И просто бросил свой отряд, клан. И просто протяжение скольки. Многих серий. 17 часов. Он пытался, так сказать, добраться до ее фигурки. Хотя бы потрогать. И посмотри, какая агрессия от него льется. А этот мужчина защищал свою то ли доченьку, то ли сестреночку, то ли женушку от Луфи. И Луфи не смог просто добраться до него. Но формы и формации, грудные окончания, жопные, так сказать, производства очень достойного порядка. Волосища имеются красивые. И, конечно же, костюм все это подчеркивает элегантно. Очень красивая тяночка. И, конечно, Луфи, не знаю, добрался до нее, нет. Но он вернулся обратно к корабль, сказав, что этот мужчина в виде леопарда, гепарда, дикая Кассандра, не знаю, не дал мне ее тронуть. Как-то так все было. Это все было достаточно много. 17 часов, друзья мои. Наверное, интересно было. Следующий раз. Пост Энис Лобби. 313-325. 4 часа 20 минут шла. Пост Энис Лобби. Ну, тут какое-то баскетбольное соревнование 100% было. Этот дядя сформировал команду. Луфи, вот здесь, это, кстати, знакомые лица. Вот он, парень этот, основополагающий, там, в одной арке дальше, наверное, будет. И Луфи был главной звездой здесь, скорее всего, да. И этот парень просто смотрел с судьями, да, со своим сыном, со своим, не знаю, братом. И просто наслаждались этим баскетбольным матчем. Так оно и было, на самом деле. Ледяной Охотник. 326-336. 3 часа 20 минут. Ну, здесь Ледяной Охотник, который просто, наверное, морозил абсолютно всех. Все корабли были заморожены, все моря были заморожены. И пришлось объединиться командам и сражаться с этим Ледяным Охотником. Потому что, если бы они этого не сделали, то как бы они плавали, да, как бы они делали открытие, как бы они добрались до Бан Писа, того самого, да, хрен отсюда. Самый красивый арт, мне кажется, Энис Лобби вообще просто однокалиточная победа без даже каких-либо вопросов. Вопросы имеются? Вопросов нет. Дальше. Следующая троечка в студии. Триллер Барк. 337-381 серия. Нифига себе, 15 часов 20 минут. Триллер Барк. Ну, это какая-то триллерная была. Были серии, скорее всего. Тут тупо на триллеры. Тупо Барки каком-то. Не знаю, что это значит. Наверное, какой-то остров Барк. Они его открыли и поняли, что здесь серьёзные дела делаются. И делали тут серьёзные дела на протяжении очень многого времени, на самом деле. Следующий. Остров Спа. Один час. Ну, тут просто на начи приехала с своей подружкой, которая тоже в Мугивар уходит. И они просто здесь загорали, да. Ну, и Луфи такой приходит. Зора и Санджа. Санджа смотрит на прекрасных куколок, которые там загорают. А, так сказать, братья Зора и Луфи загорают тоже. Почему нет? Так и было. Так, запишите. Следующий час. Архипелаг Сабабоди. Садабоди. Сабабоди. 385-й, 407-й, 7 часов шла. Архипелаг Сабабоди. Что это может значить? Ну, слушай, попали в какое-то место. Просто очень много всего там интересного было. Посмотри, какие тянки привлекательные там наверху. Все курят, почему-то бухают. Настроение хорошее у всех. И Луфи просто закрыл их какой-то за дверью, да. И не выпускать. Говорит, сначала угомонитесь, потом я вас выпущу. Потому что вы такие дела сможете натворить, да. Что вас лучше не выпускать. И с улыбкой это все делать. Не знаю, конечно, как он один их сдерживает. Но компашка там собралась знатная. Даже брат его Зора. Ну, относительно. Брат, само собой. Там же. Интересно. Какой арт самый красивый для меня? Наверное, архипелага выбираем и все. Архипелаг и все. Даже не знаю, не знаю почему, но по качеству лучше всех. Следующая троечка, друзьяшки мои. Амазон Лили 408 421 4 часа 20 минут. Но тут все понятно. Есть Амазон Лили. Вот она сидит. Красивая. Жрица прекрасных змей, наверное. Луфи пришел. Говорит. Я со зме... Сколько ж тут грудных окончаний, друзья мои. Вид имеют однозначно подружечки, как бы, да. Луфи приходит, видит змей, видит красивых девушек. Думает. Блядь. Не моя тема. Я разворачиваюсь и ухожу. Кормит змей с руки. Да. Не девушек кормит, а змей кормит. И уходит вдаль. Так оно и было. 4 часа 20 минут кормежки змей. Было так все, на самом деле. Следующая сейчас. Импел Даун. Первая часть. 422 425. 1 час 20 минут. Ну, здесь происходит какой-то хаос. Просто посмотри, что происходит. Какая-то невероятная тянка с каким-то... Фараоном, что ли, членят. И какой-то просто монстряга из тени состоящей. Черная дырень какая-то. Просто бегут за нашим персонажем. А внизу просто какой-то рогатый, тоже непонятный чертик. Такой только белого обличия. Больше на ангела похож. Ну, Артик, конечно, интересный. Что у нас просто Луфи куда-то улетает. Далекая-далекая, не знаю, да. И ему это не очень нравится, если честно. Следующий. Литл Ист Блю. 426 429. 1 часик. Литл Ист Блю. Ну, вот. Остров, да. Опять же, открытие острова какое-то, да. Памятник поставили. Да, что-то серьезное там случилось. Раз решили аж памятник поставить. Интересно. На людей собрались. Не знаю, где тут. Не вижу наших персонажей основных. Ну, что. Могу сказать, что Амазон Лили по арту очень хороший. Красив. Потому что здесь, конечно же, Луфи такой скромный, хороший. Такие змейки прекрасные, хорошие. И, конечно же, тянки, конечно, великого обрыва. Наверное, грудных окончаний в One Piece достаточно много. Но вот на этом арте их прям хватает. Хватает. Следующую троечку. Интересно, почему FPS сейчас скочит и музыки. Я там музыку вам уберу, потому что по АП музыка. Почему музыка в два слоя сделана? Видать, что-то там при монтаже намудрил автор. Ну, ничего страшного бывает. Главное, главное, порешать вопросы и исправить все ошибки. И в дальнейшем такого не допускать. И все будет замечательно. Следующий. Intel Down, вторая часть. Уже была первая часть недавно. Да, вот вторая часть. 430-я, 456-я. 8 часов 40 минут. Ну, что здесь можно быть? Он здесь со своим братом и своего альянса. Блин, чуть экран не сломал. И своего альянса рыбой. Вот этим, да, одним из сильнейших рыбочеловеков. Отправились в какой-то путь вот за головой вот этого чувака. И они это все делают на протяжении 16-ти, получается, серий, да? Нет, 26-ти серий, получается. 8 часов 40 минут это все происходило. Не знаю, получилось ли у них одолеть. Наверное, да. Наверное, все-таки, где есть Луфи, там есть одоление практически всегда. Следующий. Маринфорд. 457-я, 489-я. 10 часов 40 минут. Серьезно. Маринфорд. Наверное, это вот этот дядя и его альянс. У этого дяди есть жена. Вот она, да, собственно, с короной сидит. У него есть детишки в виде вот этих всех каких-то мужчин. И Луфи опять убегает. Луфи вообще, если честно, любитель побегать, я смотрю, да? От всех убегает. И делает это всегда очень-очень здорово. Потому что он, наверное, самый быстрый в этом аниме практически, да? После войны 449-я. 490-я по 516-ю серию. 8 часов 40 минут. Ну, здесь по названию так все понятно. По ходу на 490-й серии это закончилось действие, да? И началось, так сказать, хорошее действие. Они это все праздновали, да? Репетировали, говорили, что, блин, хорошо, наконец-то это закончилось. И все замечательно. Мир и все прекрасно, да? Какой арт самый красивый для меня? Наверное, вот после войны выглядит очень здорово, очень хорошо. Все радостные, все хорошие. Ну, кроме вот этого мужчины, вот тут с правой стороны, извините меня, но ему не радостно как-то, да? Следующую тройку в студию. Следующая тройка есть, друзья мои. Возвращение на Сабаоди. Опять на этот остров вернулись. 1 час 40 минут это занимает. Ну, я так понимаю, просто захотели почилить, сюда приехали, чтобы, кстати, хорошо провести время, да? И Санджи здесь, конечно. Куда же без него джентльмен, самое главное, это в аниме. Остров рыболюдей. О, на базу своего товарища из Альянса приехали. Здравствуйте. Решили, так сказать, да? На священное место прийти. 17 часов 20 минут, 523-574 серия. Ну, я по-любому уверен, что здесь, вон, акулка хорошая, да? На этом острове вакханалия невероятного порядка происходит, потому что вот это рыболюди, на самом деле, в One Piece еще те позитивные, да? Вот, пожалуйста, осьминочек. Вон там какое-то это создание. Это девочки, это... Все че, все расслабонят. Вон там радуга, все вообще замечательно, все вообще хорошо. Что происходит, друзья? Это что-то невероятное. Здесь много всего вообще вот в этом арте. Он сердечки, он там Санджи, кого-то опять любит, кого-то ныряет там просто. Эй! Хорошо. Амбиции Z. 575-578. Один час отозлилась. Я не знаю, что здесь происходило. Может, какой-то остров Z, мало ли что. Я хрен пойму, но... Компашка в деле, они на пределе. Девочка, кстати, в наряде очень красивая здесь. В белом, да? И мне нравится, как... Вот там усоп. Блин, короче, веселая тут атмосферка. Что это значит, не могу понять. Какой арт из этих всех красивый? Самый. Остров рыболюдей однозначно выигрывает. Остров рыболюдей выигрывает. Следующая троечка уже на месте. Панк Хозард. 579 по 625. 15 часов 20 минут. Панк Хозард. Ну, короче, смотри. Пришли в гости кому-то, да? Он оказался панком и устроил им невероятный рок-бляхомуха концерт. Врубил невероятных рокеров, да? Мужчин серьезных. И посадил их в клетку какую-то, да? И не отпускал их на протяжении 15 часов 20 минут. Чтобы они, так сказать, обогащались знаниями про рок-индустрию. И вот он, собственно, наверху сидит и думает, что слушайте, да? Нравится вам в заточении этот слушать рок-хазарда слушать панк-хазарда слушать? Нравится вам? И слушайте. И вот они улыбаются слушать. Походу понравилось. Хотя там вот этот человек уже горит и жрет все, что можно и нельзя даже. Так что интересно, интересно. Следующий раз. Возвращение Цезаря. 626-628. 40 минут это занимает. Вот, собственно, Цезарь, который вернулся. Откуда вернулся? Из тюрьмы вернулся. Почему он в тюрьме сидел? Потому что делал плохие вещи. Однозначно так все было. Дресса Роза. 629 по 746. 39 часов. Дресса Роза. Ну, по-любому здесь идет акцент на Дрессу Роза какая-то. Тянка какая-то, в которую все влюбляются. Посмотри на это. Они все влюбляются в них. Они все влюбляются вот в этот Дресса Роза. Может, это какой-то Альянс Тянок, которые являются симпатичными в этом аниме. И вот эти мужчины, которые их увидели, на протяжении 39 часов влюблялись в них. И просто возбуждались. Из-за этого у них, кстати, кровь в другое место ушла. И они не понимали, что, черт возьми, происходит. А эти девочки этим пользовались. И что-то, так сказать, в плюс себе делали. Потом пришел Луфи в маске, чтобы никого не влюбляться. И порешал вопросы на 39-м часу. И освободил абсолютно всех. Наверное, как так и было. Не знаю. А, Куэрт самый красивый здесь. Дресса Роза однозначно. Следующая тройка тоже присутствует. Серебряный рудник. 747-751 час. Ну, наверное, просто плыли на корабле. Увидели серебряный рудник. Или просто рудник. Потом обалдели, что он серебряный. И просто спустились на него. И поняли, что теперь у них запаса серебряной руды очень-очень достаточно много. Следующая. Зоя 751-779. 9 часов 20 минут. Что здесь могу сказать Зоя? Ну, в принципе, весь Альянс встретил Зою какую-то, да? И понял, что, бляха-муха, Зоя, тебя надо спасать. Посмотрите, все какие-то агрессивные. Все нацелены на спасение, да? Вот эти персонажи вообще просто лютые какие-то. Ну, и сам Луфи, да, по ему взгляду, видно, что ему что-то явно не нравится. Его не устраивает данная система. Ну, или как-то так, не знаю. Следующая. Сверхновые дозорные. 780-782-40 минут. Ну, здесь понятно, к чему отсылка. Было сражение, где, наверное, новые дозорные свергли старых дозорных. И стали на их места. И стали сверхновыми дозорными. Наверное, так происходило. Арт самый красивый, это Зоя. Тут очень много персонажей симпатичных. Так что мы абсолютно уверенно его выбираем. Следующая троица тоже, если честно, припочло к нам подойти. Прирожденный остров. 783-800. Вот это, походу, самая длинная пока арка. 31 час, 20 минут. Но здесь стоит учитывать, что ролик год назад, да, вышел, так понимаю. Да, год назад. Сейчас новые серии вышли. Может быть, новые арки тоже вышли. Так что здесь, по-любому, не все. Так что сейчас может быть еще что-то большее, да. Прирожденный остров. Ну, наверное, нашли остров, где есть абсолютно все. И он называется Прирожденный, потому что там можно природиться, реально. Там можно существовать очень долгое время. И это тебе не надоедает, скорее всего. Следующий совет. Королей. 878-889. 20 минут. 20 минут? Ну, понимаешь, все советы вроде должны быть длинные. А здесь специально сделали коротким. Это ж One Piece. Тут не все как у всех, да. Просто что-то обсудили, за 20 минут порешали вопросы. Говорят, кто самый лучший? Луфи самый лучший? Нет, я не согласен. Да, мне плевать, что ты не согласен. Он лучший. Вот так и порешали. Вот они все лидеры, походу. И так, каких-то альянсов, кланов. Есть серьезные, есть усатые, есть бородатые, есть носавстые, есть очкастые. Кого-то только нет, на самом деле. Все хороши, все универсальны. Есть рыба вон там какая-то. И Луфи по центру, да. Центр, так сказать, всего Саити и аниме One Piece. Интересно. А следующий раз. Да, да, 33 часа 40 минут все еще идет. То есть это не закончилось. Может быть до сих пор это идет. И это является самой длинной аркой. Но пока, пока, да, она здесь самая длинная. Но могу ошибаться. Что здесь? Ванна. Ну, ни хрен знает. Пришли на остров, увидели ванну и решили в ней покупаться, да. Есть море, но им плевать на это. Ванну видят, купаются там. Вот они по очереди заходят туда. Вот на эту ванну прям смотрят возбудителем отрядом. И прям Луфи такой. Моя очередь, скоро она станет. Я искупаюсь в этой ванне. Но на самом деле нет. Ванной здесь не пахнет. На самом деле ванна это какой-то лидер, наверное. И они с ним сражаются. Они с ним сражаются уже на протяжении такого долгого времени. И не могут дойти до самого конца. То есть бесполезно. Походу он очень силен, этот ванна ваш. И конкуренция, конечно, жесткая. А это все? Дружище, дружище, кондо, кондо, пожалуйста, пили контент еще. Пили контент еще. Однозначно шикарные ролики. Все-таки, ну, длительность арок ванпис рассуждать мало о чем можно. Потому что, ну, арты ванпис я лишь размышлял по названию. Пытался там до смысловых нагрозок пойти. В таком, знаешь, юмористическом формате. Да, само собой, я по-любому практически везде не попал. Но хоть настроение вам поднял. Прикиньте, вы такие, знаете, все про ванпис. И вот вам человек такие вещи рассказывает. Вы же вообще там смеетесь, ржете. Просто чуть ли не до потери сознания. Я абсолютно уверен. Так что я поднял его настроение. И я хочу сказать, что, пожалуйста, пили дальше контент. У тебя хорошо получается. Потрясающие топы. Вот это вот замечательные. Другие ролики, я абсолютно уверен, тоже шикарные. И не останавливаясь, пожалуйста, я на тебя подписан. И обязательно буду делать реакции в дальнейшем с твоего канала. Так что, пожалуйста, услышь меня и не останавливаюсь. А что касается этого ролика. Лазарчик, спасибо за заказ. Пишите, как вам мои эмоции. Попал ли хоть где-то. Рассмешил ли он с вас хоть где-то. Минус лицо было у кого-нибудь, нет? Мне будет интересно узнать. Обнял каждого. Лазарчик, спасибо за заказ. До новых встреч. Удачи каждому, друзья мои. Покедова. Ребята, смотрите One Piece. Любите One Piece. Обнял каждого из вас. До новых встреч. Удачи всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова